друзья мои всем большой привет не пугайтесь у нас зима у нас немножечко выпало снега девочки это я все переживаю насчет вредителей и раз в год когда мне взбредет в голову очень редко это делаю инсекталом вот это присыпала это в препарат сыпучий в виде пудры для животных домашних от блох клещей в общем не знаю девочки работает он на растениях не работает не знаю но на мне он сработал я успокоилась понимаете так смотрите это наша полочка ясенная группа они уже подрастают посмотрите какие классные давайте вот начнем с этого уголка здесь у меня змейная кожа конечно я испортила этой присыпкой весь фасад но у нас появился цветоносик пересадила я ее вот таким образом свою любимую баночку эта баночка без дренажных отверстий аккуратно поливаю вообще минимальными дозами но общем-то корешки растит нормально вода там бывает остается но совсем чуть-чуть даже пеностекло на дне немножко покрылась зелеными водорослями ну вот растущие кончики корешков вроде как присутствует и там влажненько хорошо и вот не имея большого количества листовой массы и желтит она нижний лист фласочный свой она выдала цветонос не знаю ребят сподобиться на один бутончик я буду просто счастлива была пересадка на канале этой красотки в общем не знаю а вы знаете я смотрю девочки по пути скажу мне кажется что вот какие-то трупики жучков валяются а вы говорите не работает работает знает дельцидом присыпают так но раз я уже жила взяла в руки я вам напомню что это наша героиня одного из видео это наша красотка под названием фиолетовая королева вспомнили она стояла вот такие листья не пугайтесь она стояла на наращивание корней листьями в воду многие знающие ботаники биологи считают этот способ отвратительным по отношению к растениям что это вообще противоречит всяческой биологии и ботанике но у нас корни выросли понимаете и она посажена была в мох и вот корневая система у нее развивается прекрасно но вот эти листья которыми она стояла в воду вот они вот так покрылись налетом от излишка минералов в нашей водопроводной воде хотя она была и профильтрована и приобрели вот такой знаете мумифицированный вид я конечно жду когда она сама распорядиться этими листьями немножко неудобно располагать на стеллаже эту красотку но ничего она вот с удовольствием наращивает листики как бы знаете как она как возобновила свой цикл опять стала 1 из 7 а теперь уже подбирается к размеру два с половиной и вот смотрите как любит эта красавица она дает нам много цветоносов в моем случае 2 потянет не потянет не знаю в общем это будет первое цветение после реанимационных мероприятий так а вот это а вот эта красотка цвела уже в прошлый раз она у меня появилась весной 23 года но сразу же буквально через пару месяцев она зацвела у меня и показала свою личико что она совсем не мутант и совсем не бабочка сказать что она меня расстроила нет почему потому что это тайсука она и для меня это было ожидаемым потому что поймать тайсуку бабочку не так-то просто девочки вы все это знаете у многих из вас там и 4 и 3 и 5 и 7 штук есть у кого-то 7 нет я загнул в общем я решила что все как есть так есть у нее очень крупный красивый цветочек она вот после цветения немножечко была такая грустная но вот она корни растет она посажена в мох у меня в 9 горшок все у нее в порядке корневая у нее разрастается и вот этот красивенный лист ребят новый она выдала после того цветения и вы знаете после того как она процвела сколько там не было цветочков 2 или 3 я уже не помню она как-то сгрустнула я сделала вывод что все-таки маленьким орхидеям в размере 1 и 7 совсем не на пользу ранее вот это первое цветение если это не такой знаете уже большой сформировавшийся куст в общем после того как она очухалась выдала мне новый лист их я вот тут припудрила и не видно этого глянца красивого который на самом деле на ее поверхности и вот цветонос новый сколько будет цветочков в этот раз и какими они будут мы с вами посмотрим позже так второй ряд это стоит 2 шоколадище почему щекал шоколадище потому что это два бегли по шоколада но они разные и они шоколадище на в этой я сильной группе потому что они приехали в размере два с половиной и еще подросли в общем они такие уже хорошие тройки и у них посадка в мох ну кстати надо же бы заменить пересадить бы их ну я этого сейчас не делаю потому что потому вот одна из шоколада которая spinner должна быть я еще не видела ее цветение вот она выдала вот такой многообещающий девочки цветонос вот он прям шел шел в лампу потом решил выйти сюда ну вот я смотрю там уже 1 2 3 4 5 бутон формируется мы посмотрим а у этой тоже цветоносик вон там видите он пошел вон туда о вон он надо бы его отсюда как-то вывести вот опасный момент когда начинаешь трогать цветоносы они поначалу вроде как пластичные ладно девочки пускай он там уже растет я думаю что я потом в конце видео я вытяну отсюда из угла эту орхидею и поставлю ей палочку и крабиками сформирую ее цветоносик вертикальное положение у меня есть задание в общем с этой стороны мы с вами посмотрели давайте разглядывать дальше сюда приехала моя юшан светгел но это не та которая шайни гео это которая желтенькая с белой серединке она сейчас у меня на этом стеллажике она просто растет листики рядом с ней стоит о это девочки анаконда зенг минг анаконда но она вот стояла очень долго очень долго стояла молчал он наконец-то сустав прям и хочу думать на это белым она наконец-то листик выдала вон появился корешок я поставила их вот так на стаканчике большинство чтобы они были поближе к солнышку к искусственному поближе к лампе вот вижу корешок я неслыханно рада потому что она знаете такая очень очень не спешит скажем так не цветет и хорошо пусть набирает силу и рост с цветоносом здесь у меня вот эта красота в летний сезон эта красота не цвела и слава богу потому что это было очень маленькая 17 это у нас кто у нас тут написано айсин спот леопард метеллок в общем спорт для спот леопард сейчас девочка покажу вам его корешки вот так вот корневая разрослась это был один из семья в два с половиной перевалила с добавлением своего мха и вот она нарастила вот этот верх корни идут нижний листик она ну это нормальный процесс немножечко он даже как-то не нижний он как бы я сказала бы он второй я думаю ой что там да это корни я думаю что этот цветонос его порвал и корень его порвал в общем интрига скоро разрешится будет эта бабочка или не будет увидим ну знаете с моей удачей все может быть ну примем в любом случае вижу что орхидея сама по себе такая девочки аня по рукам надавать все целы все нормально но они такие пластичные все нормально фух-фух это знаете чем чревато видеосъемка посмотрим что это будет как это будет сама орхидея такая сильная куст хороший мощный поэтому даже если не будет это пилоричная орхидея а просто красивая сильная орхидея тоже замечательно так кто здесь у нас еще так отодвинем наш талисман вот здесь у меня с такими симпатичными корешками растет салу пиокер но салу пиокер молодец наращивает корешки и листики с размера 1 из 7 и девочки ну дает вот эта находка только я хотела сказать что ему совершенно ни к чему цвести ему надо подрасти смотрите что я нашла вместе с вами давненько я не заглядывала хотя я совсем недавно их поливала но я поливала не рассматривая просто набрала горшки добавляла водички и все делала это уже поздно вечером хотя вечером нельзя поливать орхидеи но что-то я пришла и увидела что они все очень сильно просохли я в экстренном порядке чтобы не оставлять их у меня здесь рядом радиатор я вам даже завешиваю его мокрым полотенушком и полотенушка хожу каждые там два-три часа смачиваю чтобы их не оставлять в сухом состоянии пересохший мог когда знаете он начинает забирать из корней всю влагу вот мох он держит влагу но когда он пересыхает он забирает и орхидеи тяжело не в общем я в экстренном порядке начала поливать я не рассматривала не листики ничего не разглядывала и я бы под листом даже не заметила я и не заметила вот этот цветоносик сушки будет интересно глянуть что из себя представляется лупиокер помню что это кто какой-то из восковичков вот они на этих стаканах очень неуклюже стоят они вроде устойчивые но они такие знаете не валяшки так кто это у нас такой красивый я уже внимательнее присматриваюсь так то корень бриллиант это похож на интригу на азиатскую очень девочки хорошо его брали в закупках но естественно я тоже я тоже с девочками а вот кстати и и я пропустила либо она была влажненькая видите она еще не совсем высохла думаю до завтра она потерпит но главное не забыть вот здесь вот тоже она пересажена они все пересажены в два с половиной мной из 17 такой знаете промежуточная пересадка вот вижу что ты ее пропустила но скорее всего что она была влажноватая я решила лучше пропустить чем переливать вот так вот и бывает пропустишь а потом не посмотришь и думаешь по общей массе то все шпали ты а какая-то одна окажется не полито ну пересушка она не так страшно как перелив так мне кажется их так пересушивают во время транспортировки специально с целью чтобы они с меньшими потерями пришли так и остался здесь красавчик один вот порадовал он меня потому что у него появился новый листик видите потому что когда орхидея стоит и ничего не растит как-то становится грустно думаешь елки-палки это амбай 29 и вот я нашла еще за восковой аромат ароматный я нашла еще одно название недавно что это фаленопсис про фарш шоколад понимаете просто вот у кого-то из продавцов я смотрела предложение увидела точно такую же фотографию этого сорта но один в один от садовника только с другим названием и написано было про фарш шоколад во как я специально вернулась она туда где я заказывала до кольги вовк а ольги написано амбай 29 восковой аромат в мае он ко мне приехал девочки 23 года и как-то вот он он растет но он больше корни растит но он вроде палит да хотя тоже либо ну наверное они были мокренькие вот эти две надо запомнить чтоб я завтра полила но это вроде такая видите вот смотрите какая у него хорошая корневая видите как здорово в живой мог бежать на бегут бегут корешки бегут посмотрите о о вот это я понимаю и даже с ужасом думаю как их в кору пересаживать как они будут себя чувствовать надо будет тогда знаете как делать добавлять мог резать я думаю в кору и добавлять кока чипсы чтобы мне было сухо вижу что шея такая распухшая все может быть еще может вот с этой стороны либо корень выйти посмотрите такая беременная шейка либо цветонос стремит все может быть в общем завтра я полью я их сейчас вот так вот вдвоем поставлю рядышком вот эти две так с краешку поставлю я их все время не запоминаю где кто стоит и очень часто у меня получается как перетасовка перетасовка может это не полезно для них потому что меняется угол освещения не знаю в общем девочки как вам моя ясельная группа уже прилично так ну давайте сразу поднимемся повыше здесь принципе орхидей немного на вам покажу они есть здесь на этой полочке но немного здесь мэри не машка стоит закрытой системе наращивает листики не хочу чтобы она цвела это моя одна из первых орхидей она полностью переродилась что-то ей не нравилось в обычной классической системе когда посадил ее в закрытую она вроде как так очухалась пересыхала вот мой мини марк со своими ужасными корнями девочки это был цирк у меня завелся какой-то вредитель который вот так погрыз мне мини марк я понять не могу кто это мог быть я его не вылавливала можно было положить огурчик яблочко может быть это надеюсь это не улитка ну не знаю кто здесь поработал как-то жука вонючку я встретила в районе моих полочек это следы от обработки алоэ в общем темные вот такие вот коричневые лилось у него все сейчас он закрытую систему посажен и я буду смотреть как он будет себя вести но он же поразит еще знаете что сделал ему бы расти да расти а он два цветоноса выдал кстати засыхает видите внизу сушит листик вот листик нормальный нижний да видите а вот так вот как сухая гниль или как она называется непонятно обрабатываю его и вот смотри как у него корни растут вот у орхидеи есть проблемы она вот так вот отращивает корешок куплет отращивает куплет это нехорошо в общем пошел новый листик вот этот вышел вырос чем кто-то его грыз обработаны уже много раз и вот сейчас новый лист растет вроде как чистенький нормально девочки обняться их плакать с этим с этим красавцем ну тургор у него прекрасный замечательный посмотрю он по раскупливал опять корешки некоторые уже в посадке пусть сидит посмотрим так рядышком тут стоит и растит цветонос моя злюка злюка вон у нее еще один там два цветоноса вон один и второй чем злюка молодец она такая ароматная пахнет молодец так вот эта орхидея показалась мне проблемной она тоже кстати вот из этой партии или нет нет девочки она намного раньше приехала просто у нее вот так отсутствие полноценного роста было на вас сейчас немножко она встрепенулась вырастила растит листик такой неплохой а называется это орхидея ever spring king на x black и вот этот ever spring мотает нервы мне мотает нервы еще ни разу не цвел но вот он как еще зацветет него неизвестно тема пересадила где-то были там корешки но он вот насчет корней насчет роста насчет всего вот просто наступлю вот тут есть какие-то корешки вырастил он корешки но опять он их за кукле очень как-то вот тон вот знаете такой вот не шибко он спешит расти не шибко надо мы кстати ему тоже завтра будет задание намочить сверху мог вместе с теми с двумя с теми так тут у меня хоечки растут хоечки девочки энциклия растит растет виталина вот вот мой красоту я его жду когда он распустит ох он корней нарастил распустит свои бутончики пока их не видно вот тут вот начинают формироваться это мету king вот он с такими интересными листиками вообще замечательный там травка у него растет растет корешок вон у него вылез в нижний горшочек в общем он такой веселый корни вот растет вообще в разные стороны я прямо я немножко обломала один корешок во все стороны растет он корни и в общем такой знаете веселый парень и в горшке растет корни и в верхних растет и просто вообще кошмар тут что-то несли за не поделят место эта трава какая-то болотная на летом когда было даже осенью когда было немножко повлажнее она как-то была повеселее сейчас по ней можно смотреть что она сушит и краешки значит мало влаги и орхидеи и этой траве на как индикатор не знаю как она называется эта травка но она такая ведь он пушистая она здесь вместе с мхом оказалось она растет я ее не трогаю мне нравится это интересная клумба девочки вот так вот и живем вот этот цветонос как-то идет в эту сторону их два этот в эту не знаю не знаю вот вижу же бутончик начал тут видите появляться но мне кажется мне кажется что он будет похож на сога релакс вот мне так кажется может быть как-то цветовая гамма гамма будет глубже или что не знаю посреди какие интересные вот эти два листа у меня вот растут вот этот вырос летом такой порядок а этот вырос вот сейчас уже в осенний зимний период и они круглые вот прям знаете вот необычная орхидея метушка метушка класс пока что единственное но еще там подъедут метушечки так смотрим выше это моя красивая двумя цветоносами вот такими большими как постоянно dream pink dream pink dream и зрение машки в красотушке вот два цветоноса у нее класс нючих девочки кстати потом покажу вам видео а может сейчас расскажу сразу вот этаж моя ловушка плакать очень смотрите я сюда постоянно наливаю дистиллад это венерина мухоловка и смотрите она у меня все время как бы вот в этом болоте растет и вот она растит вот один листочек и вот еще изнутри листу вот еще один молоденький листочек растет так она еще мало того решила цвести вот видите вот цветонос у нее вот он вот этого чудо-юдо решила цвести но я смотрела видосики что пишет что это цветение она сильно истощает растение что якобы надо его срезать вот на этом этапе мне блин так хочется поглядеть как она зацветет вот видите вот она прямо чухалась у меня и вот 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 из серединки новые не знаю она только есть крупных мух у меня здесь летали мелюзга всякое но на мелюзгу мне кажется не ловит ей надо такую знаете хорошую муху большую пускай пока здесь постит о капец так у меня здесь роттердам на 2 цветоноса посмотрите какой красивый какой красивый плохо видно тут на полочке до против света в общем два цветоноса формирует его даже ответвление начал формировать ой так не видно чем молодец джулия сумасшедшие девочки даже не могу посчитать сколько там деток там огромный кустище и они все больше и больше и больше я просто в ужасе надо будет отсюда и вообще убирать она здесь уже пол стеллажа занимает так значит роттердам молодец вот у меня за ним стоит мой красавчик везувий и везувий вот оживил кончик старого цветоноса и там у него под листиком я видела я видела вон там у него появился если вы увидите выбирается новый цветонос и корень очень есть есть и новый лист умрасть молодец молодец просто умничка вот это вот королева которая golden queen которая у меня не хочет ничего делать она просто уже год как этот цветонос свой заморозила и все сказала до свидания но растет корневую это меня уже радует молодец так девочки вот такие я купила в еве такие кашпу знаете чем они хороши в них вот этот горшочек 12 он не до конца проваливается видео сколько там места то есть есть вентиляция и получается если вода скопает то она вот нормально там держится и хорошо и свет есть и симпатично это мой камбит юшан камбит ароматный шафран что нам шафран скажет шафран растит корешки он молодец он после такого знаете приехал отсвел такими красными яркими ароматными цветами точно как шафран и все и вот он уже наверное год или даже больше года полтора вот он сидел просто мертво чем я только его не поливала видите как у него перерождение получилось как будто детка растет из середины у него вот и такие были большие листья и вот так вот он начал растить из середины новое дитя понимаете такой вот интересный видно по листве поворачиваю аккуратно чтобы не уронить по листве видно что он действительно вот этот листик вышел вот такой вот надорванный до странного так сформировался видно что он какой-то фельдиперсовый непростой он очень какой-то знаете такой медленный медленный ну вот лист растит корни растит уже радостные насчет цветения не знаю там не хотя бы что он у меня же он растет уже на этом спасибо так вот это моя красавица пошла нормально это моя азиат азиатка девочки еще голландцы не торговали эти мешай не герлами герлами не торговали у меня она пришла в размере 17 и вот мы адаптировались адаптировались росли очень кстати любит поливаться красавица и вот она у меня раз в год цвела вот она выдает цветонос зимой пока она сформирует цветочки потом она практически до конца лета цветет очень это долго но сейчас у нее два цветоноса вот один вот второй вот такая вот сладкая девочка все мы ее любим все мои и аромат обожаем я юш юшан цвет гел шани гел вот так вот и она знаете вот такие интересные девочки листики простит такие какие-то странности у нее вот в том году был один такой маленький а в этом году видите какой-то прям не знаю как это назвать при листник вырос такой я заметила очень быстро она выпивает водичку вот ее бы кстати аня надо было посадить на фитиль и вот это надо учесть потому что моментально просыхает моментально хорошая листовая масса по сравнению с тем что было какая-то такое умирающая больное несчастная все нормально хоть хоть фона тебя чуть-чуть фу короче вот так нормально хорошо умница он нет девочки вы все молодцы все молодцы что это такое здесь на листе такое не гладко ли все может быть обрабатываешь обрабатываешь обрабатывать еще одна пучка оживает думаю что он разветвит свой цветонос и здесь тоже вижу интересное кино я люблю когда разветвленные цветоносы так девочки вот эта полочка вот вечером снимаю мало света мало света тут нету освещение потому что лампы запитаны оттуда не включаются в общем тут у меня стоит бухарест будапешт он же ой девочки мне говорили опять написала там такое интересное имя очень забыла девочки забыла опять как он называется но он нормально себя чувствует я его посадила в кашпо он все время пересыхал а теперь он закрытой системе довольный растит цветонос в общем опять будет у меня цвести молодец умница как же тебя называют по настоящему и там такое красивое задорное название очень корни растит его цветонос растит молодец я без него всегда скучаю так спрашивали и часто спрашивают меня про мой венецианский карнавал девчонки ну что посажен он мною на свой страх и риск в закрытую систему так там вода кстати поливала немножко водички осталось очень на свой страх и риск посажем закрытую систему давайте вот так здесь как-то посветли я тут воду разлила я под батарею ставлю ложку с водой в общем смотрите есть у меня увлажнитель но его надо наверх не нравится мне он как его надо наверх ставить чтобы вот это все увлажнение спускалась вниз у меня не получается некуда его ставить орхидеи везде стоят по верхам смотрите девочки провинцианский карнавал значит он у меня такой себе товарищ это уже вторая попытка подружиться с этим сортом ну вот видите вы сразу увидели вот цветонос домашний есть вышел вот я ему тут шею мазала мне не нравилось он когда приехал сразу он какой-то был не очень и корни там у него по пропадали частично но вот у него новые девочки корневая мальчики вот смотрите и она стремится вниз в общем все нормально часть корней которая уже такая не захотела адаптироваться это часть корней конечно гавкнулась и вот смотрите новые листья мои вот этот видите какой маленький по сравнению с покупным адаптационный и вот сейчас побольше подробно обработки растет вот такой мне кажется кто-то его жрал ведь и тряпсяки наверное такие характерные при выходе листа характерные отметины травишь их травишь одних ходят тут хороводы водит ну в общем вот так вот корень хороший растет не знаю наверно наверх пойдет что-то он заворачивает его так сейчас девочки одной рукой я пока здесь поставлю их а потом покажу потом поставлю так это моя красота кариша она же африканский закат она же golden river вот два цветоноса и что мне нравится в этом году я стала свет включать самого утра подсветку то я обычно солнечные дни где-то после обеда включал и цветоносы пошли не сюда как в летнем цветение не просто ведь они ложились и вот сюда перевешивали а цветоносы идут к лампе то есть она определилась с приоритетом ей приоритетом стало освещение искусственное даже днем и вот цветоносы сами пошли вертикально вверх вот так вот вот так вот так вот еще цветонос тянется к лампе это похоже не это не бегали это не не бегали на пандору похожие орхидея на пандору она мне свела тоже прекрасно летом но на маленькое количество крупных цветочков может быть это вот арван это не пандора все таки вот она формирует цветонос вот такая вот молодчина она цветет охотно она очень любит закрытую систему она столько корней нарастила сюда сразу же она очень любит попить все таки вот эти крупноцветковые с большим количеством листьев крупных мясистых они очень любят влажное содержание понимаете вот так вот я смотрю что она сюда как у прям с удовольствием начала выращивать сюда свои корешки и цветет прямо молодец умница так девочки сейчас еще покажу одну красавицу осталось вы уже узнали кто это вы ее знаете по горшочку тоже ведь ого аня размахнулась девочки отдыхните вместе со мной смотрите это же наш лас-вегас и смотрите я вам показывала дитя растит этот красавчик а вот смотрите корни растит цветонос растит похоже что у нас тревога дитя вон растит либо это машины непонятно уже все вот дитя растит представляете у меня лас-вегас решил создать групповую посадку вот так вот он прилег вот так вот корни растит красавчик но вот пошел к лампе немножко приподнялся ну вот так это выглядит вот здесь на старом цветоносе разбудил почку и здесь разбудил почку ну в общем будет и цвести и дети растит вроде насчет корней есть корни в большом количестве в горшочке но я смотрю что он с удовольствием вот сверху растит еще корешки на его как пересаживать это просто сами вы знаете шутила с вегасы ну вот теперь нас два нос теперь 2 нагулял нагуляла сверху нагулял дитя вообще девочки вы такие вот дела кого вам еще показать но тут у меня стоечка с орхидеями ну тут просто темновато я вам сразу покажу пирата пикота вот такого же жирненького вот у него один цветонос 2 цветонос корни только недавно цвел и уже расти цветонос мой красавчик мужчин так этом малышня моя растет гигантея и тетраспис ладно покажу вам этого красавца этого эпатажного это дикий кот вот такой у него уже цветонос он его там девочки на разве для у это тут еще одно ответвление вот ведь он одно ответвление второе ответвление третье ответвление круче он все почки разве разветвил так фроня один цветонос и вот это вот второй туда пошел а вот этот лес цветоносов это все белая орхидея вот она стоит здесь господи чтоб не убиться переступить все вот вот белая орхидея вот это у нее вот столько цветоноса девочки же нифига не видно доцветает моя golden beauty все уже вот она желтит цветоносы желтит буду срезать я не трогаю пускай сама вот так вот видите код вот вот его цветонос воном с ответвлениями пошел 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 так magic art пересадила его в закрытую систему в такой ведрище ведрище вот у него один цветонос вот такой вот я кстати вчера к старому цветоносу он шел туда в окно так вот туда ложился я его аккуратно приподняла и зафиксировала за старый цветонос и вот у него оказалось еще один цветонос короче на 2 на 2 так goldion goldion я листик заваливался я его зафиксировала разбудил почку и вот goldion новый цветонос в общем девочки вот такая картина маслом так но и сразу вам покажу вот эту красавицу все я жду боже это спину специоза спину специоза purple mountain у девочки орхидеи перри перешагиваю и в общем у специозы так долго раз рост цветонос так долго бутоны формируются это просто какой-то вообще я не знаю но чё так долго не понимаю почему так долго но так значит надо посмотрите вот такие они фиолетовые и будет видимо на цветочки светлые лепесточки потому что вот обратите внимание хочу показать вот она кстати корень вышел и так что-то молчит в общем видите один из лепесточков будет светлый я жду уже хожу каждый заглядываю когда уже этот бутон лопнет когда он лопнет девочки но это специоза это не хухры-мухры в общем на этой такой оптимистический ноте вот кого я перешагиваю на этой оптимистической ноте я конечно вам там еще могу показать но там очень темно уже на улице темень там у меня вот и кенны цветонос у камбрии он видите кандриви антидюм так и не поняла я новая бульба какая-то двойная вышла видите и вот такой вот цветоносище но распустится посмотрим это мой красавец растет здесь ярусы наматывает господи как его стефанотис здесь мои новенькие уценочки тоже вот эти кашку я приобрела им вот здесь моя старая орхидея там тоже нас цветоносом вон он там большущие жирнющие нам не девочки упала летом обломала такой классный лист был красиво очень здесь не видно вот это моя уценочка 1 и вот покажу и вот уценочка 2 я не знаю девочки я начала сравнивать цифры буквы на горшке думала найти как называется они у них одинаковые это что получается две одинаковые орхидеи просто в шоке так ну давайте уже напоследок покажу вам еще две орхидеи это меня тут стоит на подоконнике это у меня помните я купила кимоно по оценке ваш сад таври на паустовского вот смотрите как вы мне и говорили тут можно смотреть тут хорошо освещает водки ману там был один у него это не кимоно нет это не кимоно это кто это даймонд 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 короче вот у него был один цветонос вот он разбудил сразу две почки даймонд dream даймонд dream дай бог память вот это он на этом старом цветоносе девочки разбудил сразу вот я обрезала его помните он был с цветами я такая раз вы еще говорили жалко но цветы были побиты все трипсами там непонятно кем и я вот это срезала и вот он две почки разбудил а кимоно значит вон то вот это кимоно я помню шоу кимонушки будет надо аккуратно я помню что у кимоно было два цветоноса до два цветоноса был вот кимоно они еще что я не пересаживала ничего не делала и они вообще в принципе особо же не только недавно купленные сколько там прошло пару месяцев они даже и корневого роста а мне есть корневой вот у этой есть корневой рост немножечко проснулась даймонд dream но это не бабочка это вот классика классикой но она красивая мне нравится и кимоно тоже смотрите на одном почку разбудила и на втором почку разбудила ну кимоножка классная что тут у нее с корнями ничего зелененькие но роста я не вижу не у кимоно нету роста корней ну в общем они у меня они у меня решили тоже процвести вот так вот девочки так что вот такие вот дела вот такие вот дела вот такие заросли надеюсь на цветение пока любуюсь вот такими вот остатками цветения пилоричными пилоричными остатками цветения в общем друзья мои спасибо что были со мной я сейчас все обратно поставлю вот думала вам только малышей показать а показала вам полностью всю локацию все всех обнимаю всем всего самого наилучшего пока пока до встречи в комментариях мирного неба крепкого здоровья пышного цветения девочки и чтобы все паразиты и болезни не цеплялись пока пока